Я представляю нашего гостя Никита Туранова, художественного руководителя Хабаровского краевого академического музыкального театра. Здравствуйте, Никита. Добрый вечер. Если честно, как только вас назначили, я захотел вас позвать. Но сначала не получилось. Вы отдали предпочтение другому телеканалу, а я об этом забуду. Ладно, вы, мне кажется, самый молодой худрук нашего музыкального театра с момента его основания. Такого молодого я не припомню. Ну, как бы не во всей России. Да. Ну, видите, вы уникальны, и нужно теперь превращать театр в уникальный. Хотя он и так, мне кажется, и был одним из уникальнейших театров вообще Дальнего Востока. Не потому, что у меня там родители работают, но я действительно так в этом абсолютно уверен. Ну, на самом деле, действительно, наш театр и мускомедия музыкальная, а теперь Хабаровский краевой академический музыкальный театр – это первый музыкальный театр России. И он уже уникален тем, что он старейший театр, и скоро нам сто лет. И мы на пути к этому громкому юбилею. Я думаю, что вся Россия будет об этом знать. Ну, если серьезно, вам не страшно было, когда вас позвали туда художественным руководителем? До вас там все-таки такие метры были, один Квинихидзе чего стоит. Ну, согласитесь, это легендарные люди. И самое главное – профессионалы уважаемые. Вы, да, один из самых перспективных, но именно молодых артистов. Мы, по крайней мере, еще два месяца назад считались. Было волнительно, как воспримет трупа. Было волнительно, не подведу ли я. И, во-первых, тех, кто мне доверил все-таки, да, такой пост. И, в принципе, театр. Потому что сейчас дальше все наши действия, которые бы мы не совершали, за них буду отвечать я. Поэтому было волнительно вот с этой точки зрения. Но страха не было. Можно я сразу, у нас сразу вот ответы пошли. Пьеса Ярослава Пулиновича. Все правильно? Верно. Первые же идут в театр. Так, посмотрим. Ну, кстати, вы можете позвонить и высказать свое мнение о репертуаре музыкального театра. А может, кто-то вот смотрел спектакли Питерского театра на Васильском тоже? Ну, я вот очень хочу, но я как-нибудь придумаю, как купить билеты и попасть на этот спектакль. В любом случае, возможно ли совмещать актерскую карьеру, да, с карьерой руководителя? Одно другому не мешает, и если мешает, то почему или наоборот не мешает? На самом деле я не один такой, да, в истории театра и русского, и зарубежного, когда это и исполнитель, и руководящая должность. Вы знаете, поскольку я только приступил, я, скажем так, приноравливаюсь и к одной, и к другой роли, как же их совместить. То есть однозначно уровень, процентный уровень моего нахождения на сцене как артиста, он будет минимальным. По крайней мере, меньше того, который был. Чтобы не обвинили в протажировании себя самому. Ну, вы знаете, и чтобы все-таки было время заниматься глобальными вопросами, потому что я в 9 утра начинаю рабочий день, и когда уже заканчивается репетиция в 9 вечера, думаешь, так, чем же завтра заняться, порепетировать все-таки или быть в кабинете и решать театральные дела? Ведь, понимаете, такая история, что изо дня в день, из спектакля в спектакль, есть проблемы, есть, наоборот, хорошие стороны, и необходимо быть внутри. И мне, наверное, с одной стороны, легко, потому что я внутри сцены знаю, каково же артистам, каково же другим сотрудникам театра. А с другой стороны, тяжело, потому что нужно какое-то время посмотреть на все это и принять сторону наблюдателя, а не изнутри. Вы знаете, так получилось, что наша редакция в течение, не знаю, лет 20 следила и освещала вот эти многочисленные революции творческие, которые были в нашем музыкальном театре. Вот то побеждали консерваторы, то, не знаю, авангардисты. А вы вот какой линии придерживаете? Вы за новое, либо вот за классику? Поскольку театр все-таки с большой историей, я думаю, что нам нужно найти компромисс. Просто внутри театра найти компромисс, потому что труппа у нас интересная и разновозрастная, и нужно, чтобы всем сотрудникам театра было комфортно там находиться. Это не только про артистов ведь речь, да, это про все остальные цеха. Я думаю, что нам удастся совместить и верность традициям, и классике, и в то же время уделить немалое внимание новым венеям, новым жанрам, которые сейчас так популярны в музыкальном театре России. Вот что смогут увидеть зрители музыкального театра в грядущем сезоне, получается? В предыдущем сезоне зрители театра видели в основном мюзикловый репертуар. Это последняя премьера театра до отпуска. Это был мюзикл «Игра» по свадьбе Кричинского. То сейчас, собственно говоря, мы начали наш сезон с этого же мюзикла, и зрители в конце августа уже могли увидеть этот спектакль. То впереди, в день рождения театра, 14 октября, мы представим премьеру концертной программы «Кальман Гала», где прозвучат бессмертные хиты «Оперет Сильва», «Фиалкан Мартро», «Боедер», «Принцесса Цирка» и так далее. Также на малой сцене нашего театра пройдет премьера музыкальной комедии «Сватовство Гусара». Под конец месяца октября у нас будет на малой сцене, опять же, премьера моноспектакля «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой», а в ноябре нас ждет первая премьера на большой сцене. Это мюзикл «Война и мир. Первый балл Наташи Ростовой». Ну, собственно, вы абсолютно правы. Тут и классика есть, но «Кальман» — это вот золотая коллекция. Мне кажется, без этого вообще невозможно представить себя в принципе музыкальной театра. Первый балл Наташи Ростовой — это уже авангард практически, да? Ну, тем более мюзикл. И, конечно, мы так с трепетом ждем. Это будет питерская команда ставить спектакль, команда мюзик-холла питерского. Думаю, что это будет интересно. А ближе к Новому году мы порадуем наших юных зрителей мюзиклом Дунаевского «Летучий корабль». Ну, музыкальная комедия, простите, я по-старому называю, потому что именно музыкальные комедии я как-то посмотрел вахтанговского Ричарда Третьего. Это самое прекрасное, что я в жизни видел. Это было невероятно круто. Там Ричард Третий был, Михаил Ульянов. Вот с тех пор для меня наш музыкальный театр — самая лучшая гастрольная площадка на Дальнем Востоке, правда же? Ну, во-первых, и самая большая сцена, самый большой зрительный зал. Там удобно смотреть. А вот в связи с этим, какие ближайшие гастроли предстоят? Ну, вот мы уже разыграли, собственно. Вот расскажите про этот питерский спектакль. Да, к нам едет в гости театр на Васильевском. Это потрясающий питерский театр. И везут они к нам два спектакля. Это «Мещане» и «Земля Эльзы». И вот уже совсем скоро, с 7 по 10 сентября, мы их ждем на сцене нашего театра. И вот спектакли, о которых сегодня мы поговорим. Вы знаете, настолько полярные два спектакля. Давайте начнем с «Мещан». Ну, все же в курсе, что «Мещане» это. Задайте вопрос. Да не надо задавать вопрос. Классика, горький, школьная программа, пушкинская карта. На мой взгляд, это недооцененный. На мой взгляд, это совершенно гениальная вещь. Одна из самых гениальных мировой драматургии. И очень характерно, что театр на Васильевском, он же появился, кто не знает, во время Перестройки. Он первоначально назывался театром «Сатиры». Ну, вот «Мещане» — это сатира. Очень хорошая, да? Я прав? Ну, тем более, что долгое время эта пьеса не игралась. И сейчас она вновь плотно входит в репертуар русских театров. Ну, мне кажется, вообще Горькому как-то досталось за последние 30 лет. Но, видимо, потому что он считался пролетарским писателем и драматурком. Мне кажется, он просто великий русский драматург. Согласен? Абсолютно. Поэтому у хабаровщан есть уникальная возможность увидеть спектакль Питерского театра на нашей сцене. Что касается Дальневосточного фестиваля театров, он ведь тоже грядет. Подождите, мы забыли самое главное. А, хорошо, простите, пожалуйста. Разыграли спектакль «Земля Эльза». Это совершенно другое. Расскажите. Ну, если «Горький классика», то это современный автор. И спектакль «Земля Эльза» является лауреатом премии «Золотой Софит». Это наивысшая премия в Санкт-Петербурге. Вы знаете, этот спектакль, я очень жду, как зритель сам этого спектакля, потому что, судя по тем выдержкам из интернета, по тем видеороликам, это такой очень наивный, добрый, теплый спектакль о женщине, жизнь которой уже заканчивается, а вот как она жила и жила ли, и чем, и кем. И вот что же она думает о своей жизни, и в конце ее пути появляется человек, который так перевернет ее жизнь или не перевернет. Я прочитал рецензию, что «Земля Эльза» — это Ромео Джилетто наоборот. Несколько лет спустя. Несколько десятков, пожалуй, лет спустя, но тем не менее. Ну, кстати, вы заметили, очень известные там актеры играют. Я считаю, что нужно обязательно прийти и посмотреть. Впереди еще Дальневосточный фестиваль театров, насколько я понимаю. Музыкальный театр будет принимать участие, если да, то каким образом? Наш театр принимает участие, опять же, как одна из самых лучших концертных гастрольных площадок. И на сцене нашего театра будет несколько спектаклей. Я думаю, что это повод встретиться еще раз и подробнее об этом поговорить. Потому что фестиваль театров Дальнего Востока будет на сцене музыкального театра и вообще в Хабаровске. А вот театр на Васильевском, вы знаете, это поскольку в рамках проекта «Дни Санкт-Петербурга» в Хабаровском крае. Я думаю, что это стоит отдельно отметить, потому что не у всех есть возможность оказаться в Санкт-Петербурге. А когда ты там, ну ты не всегда пойдешь в театр. Не всегда есть возможность даже попасть в театр, в принципе, в Петербурге. Да, и тем более они приезжают к нам в том виде, в каком их можно увидеть в Питере. То есть это не сокращенный вариант труппы. Не второй состав. Вы видели, там играют звезды. Да, народные артисты и спектакли с прекрасными декорациями. Мы ждем наших коллег. Ну, я в завершение должен отметить, что вот вообще эти гастроли были организованы в рамках проекта «Культурные гастроли». Это часть флагманской инициативы «Края комфортного проживания», который вошел в стратегию развития региона до 2026 года. Но мы про это рассказываем. Обязательно еще поговорим и поговорим не раз. А пока напоминаем, что у нас в гостях был, видимо, самый молодой художественный руководитель российских театра, Никита Туранов. Кстати, а сколько вам лет? 30. Да, прекрасный возраст. Вы уже заслуженный артист Хабаровского края, да? Да. У нас в гостях был Никита Александрович Туранов, художественный руководитель Хабаровского краевого академического музыкального театра. И мы желаем вам всяческих успехов в вашей новой должности. Благодарю.